Студия Larian анонсировала выход крупного пятого патча в конце этой недели. Он призван исправить проблемы, которые появились с четвертым патчем, например, кривую анимацию поцелуя с Астерионом. Но у некоторых геймеров появился вопрос, как он повлияет на физическое делюкс-издание, которое выйдет в первом квартале 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, и какой патч в итоге будет на диске. Майкл Даус, директор поиздательской деятельности, подтвердил, что Xbox-версия будет работать уже с пятым патчем. Это хорошая новость, но команда всё ещё работает над схожей версией для PS5. Размер игры на Xbox пока неизвестен, но Даус пообещал сообщить об этом позднее. Релиз Baldur's Gate 3 на Xbox Series состоится в следующем месяце, а точная дата станет известна во время церемонии The Game Awards 2023, которая пройдет ночью 8 декабря. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 29 ноября 2023 года. У микрофона Евгений Кузнецов и вы смотрите главные новости игр последних дней. Хотя мы знали об этом уже несколько недель, компания Bungie официально отложила выход грядущего расширения Destiny 2 The Final Shape, которое должно завершить основной сюжет игры и начать новую эру для франшизы. Изначально выход The Final Shape был запланирован на 27 февраля 2024 года, а теперь DLC выйдет 4 июня 2024 года. Bungie опубликовала небольшой блог, в котором сообщила о задержке, а также рассказала о нескольких новых элементах контента, которые появятся в игре в период до выхода The Final Shape. Игровой директор Destiny 2 Джо Блэкберн также опубликовал видео, в котором рассказал о следующих семи месяцах жизни игры. Сначала Блэкберн раскрыл название грядущего подземелья Warlords Ruin, которое откроется в пятницу 1 декабря. Также было представлено краткое обновление Crucible, в котором Блэкберн рассказал, что парный режим Checkmate повлияет на основную PvP-идентичность игры, создав в будущем более стратегическую среду Crucible. Что касается нового контента, то после того, как в феврале закончится сюжетный контент Season of the Wish, Bungie запустит новое еженедельное сюжетное событие под названием Wishes. Студия также возродит праздничное событие Guardian Games и перенесет его на март. В апреле Bungie вновь представит несколько обновлений Final Shape и покажет некоторые детали, которые они держали в секрете от игроков с момента анонса расширения в начале этого года. В том анонсе сообщалось о новых врагах, трех новых сверхспособностях по одному для каждого класса и месте назначения в страннике, которые не похожи на то, что хранители когда-либо видели раньше. В апреле также выйдет новое обновление Destiny 2 Into the Light. Это двухмесячная серия контента, в которую войдут уникальные награды как для недавних, так и для закоренелых фанатов Destiny. Наконец, в мае, перед новой датой выхода The Final Shape, Bungie выпустит первый пакет карт для Destiny 2. В пакет войдут три карты, расположенные на Европе, Неомуне и Тераформированной пирамиде. Хотя разработчики Bungie явно стараются максимально сократить разрыв в контенте, для сообщества Destiny 2 это все равно огромный сдвиг. Фанаты привыкли получать новый контент каждые три месяца или около того с 2019 года, когда сезонная модель была запущена вместе с расширением Shadowkeep. Отсутствие контента в течение шести месяцев — тяжелый период для любого хранителя, и будет интересно посмотреть, смогут ли Wishes и Into the Light поддержать интерес игроков к Final Shape во время долгой зимы в Destiny 2. Несмотря на сообщение о том, что производитель TikTok, компания ByteDance, планирует реструктурировать игровое издательство New Verse, авторы Marvel Snap Studios Second Dinner заверили игроков, что игра не закрывается. Прежде агентство Reuters сообщило, что ByteDance планирует уйти из игровой индустрии и свернуть деятельность New Verse, своего игрового издательского подразделения. В сообщении отмечалось, что это, вероятно, затронет сотни сотрудников, но прямых подтверждений закрытия конкретных студий не было. На Западе самой известной игрой New Verse является популярная соревновательная карточная игра Marvel Snap, и поклонники этой игры беспокоились, что реструктуризация может привести к ее закрытию. Однако официальный твиттер Marvel Snap опубликовал заявление, в котором попытались успокоить игроков, что закрытие игры не планируется, по крайней мере, на данный момент. В заявлении студии говорится следующее. Дорогие снайперы, некоторые наши игроки выразили свою обеспокоенность по поводу сообщений о структурных изменениях в New Verse. Мы хотим поблагодарить вас за беспокойство и заверить, что независимо от любых изменений в New Verse, Marvel Snap будет продолжать работать и процветать в будущем. Это, конечно, не исключает возможных увольнений, что, к сожалению, является распространенной тенденцией в игровой индустрии в последние месяцы. Но это, по крайней мере, хоть что-то для игроков. New Verse существует с 2019 года и была попыткой ByteDance прорваться в игровое пространство. Во время пандемии игровая индустрия переживала бурный рост, поскольку все сидели дома. Но, похоже, для ByteDance это не сработало. Компания добилась расширения игрового присутствия на TikTok, поскольку теперь вы можете транслировать игры так же, как и на Twitch. Но это не относится к разработке. По данным Reuters, Marvel Snap завоевала культовую популярность, но не стала коммерческим хитом, что, возможно, свидетельствует о более широких проблемах с выпущенными на данный момент играми. Будем надеяться, что все сотрудники Second Dinner, по крайней мере, смогут сохранить свои места и не потерять работу. Похоже, что Marvel Spider-Man 2 могла быть совсем другой игрой. Ведь, по словам актера озвучки Венома, Майлз Моралес чуть было не получил своего собственного симбиота. Если кто-то из вас смотрел анимационный фильм «Человек-паук. Паутина вселенных», то вы должны знать, что канонические события имеют большое значение для разных пауков. Становление единым целым с инопланетным костюмом симбиота, похоже, одно из таких канонических событий. И Marvel Spider-Man 2 не стал исключением. В игре Insomniac наш любимый дружелюбный сосед на какое-то время получил свой заветный черный костюм, правда, чуть не сошел с ума из-за него. По словам Тони Тодда, который озвучил Венома, Майлз также должен был получить свой костюм от симбиота. В общем, недавно Тодд появился на выставке Fan Expo в Сан-Франциско вместе с актером, озвучивающим Майлза, Наджи Джеттером, где они и рассказали о своей работе над сиквелом. И Тодд подтвердил, что действительно записал диалоги для некоторых сцен, в которых Майлз носил костюм симбиота. Однако нам не стали уточнять, насколько далеко зашел такой сюжетный ход в процессе разработки игры. Смеем предположить, что это решение отменили из-за слишком сильных способностей Майлза, ведь в игре он в какой-то момент сильнее Питера. Очевидно, что Marvel Spider-Man 2 в некотором роде переходная игра, в которой больше внимания уделяется Питеру, а Майлз становится главным Человеком-пауком в будущем. В связи с этим, когда Джеттера спросили о роли нового главного Человека-паука, он сказал, что готов к этому. Хотя важно уточнить, что в потенциальном триквеле мы, скорее всего, сможем и дальше играть за Паркера, ведь, по словам разработчиков, им еще есть что рассказать о культовом персонаже. Благодаря своему акценту на ближний бой, вдохновленный боевыми искусствами Naraka Blade Point, занял свою нишу в сверхконкурентном жанре королевской битвы, а сама игра продолжает набирать популярность. Компания NetEase объявила, что с момента выхода на ПК более двух лет назад, в августе 2021 года, в Naraka Blade Point сыграли более 40 миллионов игроков. Компания объясняет это активным участием в киберспорте и постоянными обновлениями контента, которая, помимо новых героев и оружия, включает в себя кроссоверы и даже кампанию для трех игроков, появившуюся в прошлом году. В начале этого года Naraka Blade Point также перешла во фри-то-плей, что, несомненно, привлекло в нее немало игроков. Подробности о контенте, который будет добавлен в игру в течение 2024 года, станут известны на следующем шоукейсе Naraka Fest 19 декабря. В преддверии выхода Persona 3 Reload, который состоится через несколько месяцев, компания Atlas выпустила серию трейлеров, посвященных конкретным персонажам, и теперь выпустила еще один, на этот раз посвященный Кену Амаде. Кен, которого в ремейке озвучивает Джастин Ли, самый молодой член СИС. И в отличие от большинства своих сверстников, он не посещает старшую школу Genakan. Принадлежащий к Аркану Справедливость, Кен использует в бою Persona Nemesis, что делает его весьма грозным. В самом трейлере можно в подробностях узнать о его боевых качествах, социальных связях и многом другом. Не забудьте также посмотреть ранее выпущенные трейлеры для главного героя Юкари Такебы, Дзюнпея Иори, Акихика Санады, Митсуру Керидзо, Фууки Ямагиси, Карамару, Айгиса и антагонической группы Стрега. Релиз Persona 3 Reload состоится 2 февраля. Компания Microsoft и Iron Galaxy Studios недавно отметили десятилетие Killer Instinct, объявив, что файтинг станет бесплатным. А для тех, кто хочет получить доступ ко всему контенту игры, который будет доступен в бесплатной версии, будет выпущена платная Anniversary Edition. Теперь подтвердилась и дата выхода Anniversary Edition, и она уже не за горами. Точнее, это издание уже вышло. Кто-то может удивиться, почему дата выхода не была объявлена, когда само юбилейное издание было анонсировано, но жаловаться будет глупо. По крайней мере, ждать пришлось недолго. Между тем, как было объявлено ранее, релиз Anniversary Edition будет сопровождаться новым крупным балансировочным обновлением для игры, которое станет первым за последние несколько лет. Продолжая тенденцию трейлеров персонажей игры Suicide Squad Kill the Justice League, студия Rocksteady представила новый трейлер для Капитана Бумеранга. Как следует из названия, он бросает во врагов Бумеранги, но благодаря проникновению в зал правосудия он может передвигаться на молнии, используя перчатку силы скорости. У Харли Квинн и Короля Акулы есть свои положительные стороны, но Капитан Бумеранг не дотягивает до них. Даже Аманда Уоллер хочет взорвать взрывчатку в его голове и покончить с этим. Тем не менее, его быстрота и непредсказуемость делают его силой, с которой нужно считаться. В ролике, среди прочего, продемонстрировали несколько секунд геймплея за персонажа, обладающего способностью телепортироваться. В видео также показали отрывки из нескольких катсцен. В одной из них фигурирует Чудо-женщина. Suicide Squad Kill the Justice League выходит 2 февраля. Экспериментальный фри-то-плей сериал Silent Hill Ascension оказался так плох, что пользователи сети начали раздувать полушуточную теорию о том, будто сценарий сгенерировал искусственный интеллект. Видимо, теория зацепила разработчиков из Генвид. Глава компании даже дал серьёзный комментарий, почему это не так. Недавно в Твиттере завирусился один из диалогов Silent Hill Ascension. Происходит некоторая чертовщина, персонажи попадают в лес, натыкаются на незнакомца и наставляют на него ружьё. И завязывается настолько глупый диалог, что действительно складывается ощущение, будто его написал искусственный интеллект. Спекуляции вокруг использования ИИ типичны для современного дискурса, связанного с написанием произведений, особенно тех, которые критики или зрители считают плохими или некачественными. В данном случае идея о том, что в Silent Hill Ascension использовался искусственный интеллект, возникла из-за различных моментов серии, которые фанаты сочли особенно странными, включая упомянутую сцену. Это и стало главным поводом для заявления главы Генвид. По его словам, каждое слово в Ascension написано реальными людьми, многие из которых — профессионалы с длинными карьерами, включающими работу над проектами Telltale, Pixar, God of War Ragnarok, Resident Evil Village и многое другое. По словам Навака, в 2021 году Генвид испытывала возможности ИИ, но результаты оказались не вдохновляющими. Навык считает, что до полноценного применения искусственного интеллекта в творческих задачах при производстве игр еще очень далеко. ИИ даже не справился с модерацией чата во время релиза Ascension. Чат пришлось отключить и искать более эффективное решение. В этом заявлении также следует отметить, что отказ от ИИ был применен только к сценарию The Silent Hill Ascension. Возможно, это сделано для того, чтобы устранить текущие спекуляции, но это также может указывать на то, что ИИ все еще может быть использован в других частях проекта. Впрочем, даже если бы авторов Silent Hill Ascension не обвиняли в злоупотреблении ИИ, игру бы это не спасло. По словам смотревших, у проекта ужасная монетизация, глупый и неинтересный сюжет, да и в целом это худшее возрождение такой культовой серии, как Silent Hill. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV! Субтитры подогнал «Симон»!